Да, Арина, добрый день, здравствуйте. Эксперт в области развития, руководитель-создатель школы карьерного мастерства. Арина будет рассказывать про сбитых летчиков, в чем уязвимость тех, кто уже добился успеха в карьере и как избежать этого. Очень интересная тема, давайте послушаем нашего спектакля. Да, спасибо большое. Я так сразу прям с разгона захожу, чуть раньше. И приветствую всех, кто нас слушает сейчас в прямом эфире и тех, кто будет слушать меня в записи. Спасибо вам огромное за то, что вы присоединились. Сначала мне показалось, что я расстрою вас чем-то, потому что моя тема не очень однозначная. И про сбитых летчиков, да, это такая тема, о которой предпочитают не думать. И тем не менее я призываю как раз взять свою силу воли в руки, подумать об этом, задуматься, осознать, что происходит с вашей карьерой сейчас и что вас ждет в дальнейшем. И сейчас я обращаюсь к вам, не как к представителям ваших организаций. Я хочу, чтобы вы примерили на себя эту картинку. Я обращаюсь к вам, как к физическим лицам, так принято говорить, ну, как к людям, которые делают карьеру, которые достигли уже определенного успеха и хотят двигаться дальше. Я сейчас подключу свою презентацию для того, чтобы вам было видно, о чем я буду говорить и лучше усваивалась. Считается, что так лучше усваивалась. Итак, в чем уязвимость тех, кто уже достиг успеха? Я не планирую говорить о том, как вообще, в принципе, выстраивать карьеру, хотя это тоже одна из частей моих профессиональных. Я буду говорить о тех, кто находится, по сути, уже на некой карьерной вершине, либо подбирается к ней, либо только планирует зайти на нее. Я думаю, что, возможно, кто-то уже спускается, пусть это будет не про вас. Надеюсь, что таких здесь нет, а хотя, почему бы и нет, тоже задуматься и посмотреть, что будет дальше полезно всем. О чем я планирую, вот у меня есть 30 минут, о чем я планирую сегодня вам рассказать, о том, почему и по каким причинам и зачем, и как так происходит, что коллеги манипулируют вокруг вас. Это самая пресловутая игра в политику, которую многие не любят, но многие все равно этому посвящают время, и чаще, конечно же, мы слышим, что это кто-то другой, это не я. Вот поговорим про это, откуда это берется и как это влияет на вашу карьеру. Какие навыки необходимо освоить для профессионального долголетия, для того, чтобы чувствовать себя востребованным, для того, чтобы чувствовать себя успешным, для того, чтобы зарабатывать на своей экспертизе как можно дольше. Для тех, кто ждет, быстрее бы пришла пенсия, ну вот, скорее всего, мой мастер-класс точно не будет интересен. И для слишком молодых, которые только начинают свой карьерный путь, вот, ну, скорее, если только на будущее послушать, ну, вот, скорее, это не про вас. Я буду говорить о том, что можно сделать, пять принципов, познакомлю вас с таким авторским, с авторской методикой, пять принципов оставаться востребованным в профессии надолго. И чего на самом деле стоит опасаться? Я подготовила для вас такой мини-тест, когда вы сможете пройти вместе со мной через пять вопросов, ответив на эти вопросы сами себе, вы поймете, возможно, какой-то один из вариантов вашего дальнейшего пути в карьере. Пару слов я скажу о том, почему вам нужно меня слушать, почему мне хотелось бы, чтобы вы отнеслись к моим словам достаточно серьезно. Я сама прошла путь карьерного развития внутри организации. Я работала шесть лет в найме, строила свою карьеру очень стремительно. Я затем перешла в собственный консалтинговый бизнес, продолжаю работать с организациями. И не сразу, и не всегда чувствовала себя успешной на этом поприще. Однако сейчас, наверное, максимальный такой расцвет моей собственной консалтинговой карьеры. Понятно, что у меня есть дальше амбиции. Но вот этот взгляд, который у меня есть изнутри, который у меня есть снаружи, взгляд, с которым я работаю со своими клиентами, как с организациями, так и с частными лицами, дает мне объемную картинку, дает мне возможность понимать трудности моих клиентов, понимать те способы, с помощью которых они достигают успехов. Большие оценочные проекты в разных компаниях. Вот вы видите некоторые значки брендов, которыми я горжусь. Я вижу о том, как двигаются люди, развивая свою карьеру в разных отраслях, в разных компаниях, в разные года и разные люди. Поэтому свой опыт я считаю достаточным для того, вполне достаточным для того, чтобы вот некое репрезентативное мнение здесь представить. Итак, кого мы считаем успешными карьеристами? Пусть это не будет истиной в последней инстанции, но вот моя собственная позиция в этом плане, она следующая. Итак, эти люди начали делать карьеру примерно в середине нулевых. Кто-то раньше, кто-то чуть позже. Ну вот примерно 15-20 лет эти люди уже находятся в профессии. Они без потерь проскочили кризис 2008-2009 года, потому что тогда их карьера только набирала обороты. И они были еще на таких достаточно невысоких позициях, когда крупные какие-то экономические потрясения в меньшей степени касаются именно этих должностей. Должностей в среднем менеджменте. Кризис 2013-2014 года был уже чуть-чуть посложнее, потому что тогда схлопывались очень многие позиции, сокращались бюджеты на персонал. И те люди, те карьеристы, о которых я говорю сейчас, они уже были на более высоких позициях, но им удалось это удержать. Кому-то удалось даже продвинуться наверх, кому-то удалось удержаться, кому-то удалось перейти в новые отрасли, новые компании. Но эти эксперты, эти профессионалы продолжали свое карьерное развитие внутри организации. В настоящий момент они занимают должности уровня СИО минус один. Это первое лицо компании и у него в подчинении. Это собственники бизнесов, если это не очень крупный бизнес. Это крупные холдинговые компании. Тогда, возможно, это позиции вице-президентов или директоров подразделений. Эти люди зарабатывают абсолютно точно больше пяти тысяч, это уж я взяла нижнюю границу, намного больше. Многие из них зарабатывают очень хорошо. И тем более, если считать не месячный доход, а какой-то среднегодовой доход вместе с бонусами, которые положены обычно топовым позициям. У них есть потенциал. Они еще молоды в душе. Ну, возможно, этим людям чуть больше, чем сорок, там где-то к пятидесяти. Вот это вот граница плюс-минус сорок пять или сорок пять-пятьдесят. Вот такой формат. Я предполагаю, как раз те, кто начали карьеру в начале двухтысячных, вот, может быть, перешагнули рубеж сорокалетия. Поэтому они полны энергии. Они еще достаточно молодые люди. Потенциал для реализации прям вот огненный. Это те люди, которые приходят и говорят о том, что, к сожалению, рынок не рассматривает возрастных. Я так хочу, так хочу. Мне есть что дать этому рынку. И они хотят развиваться в профессии. Это точно хорошие эксперты и точно хорошие профессионалы. Сегодня я не буду говорить про тех, кто пристроился, устроился, по блату передвигается. Здесь повезло, там повезло. Ну, у меня такое ощущение, что таких карьер уже почти не осталось. Ну, если только в каких-то узких отраслях. Сейчас все-таки рулит профессионализм, рулит экспертиза. HR-сообщество становится как никогда крепким и сильным и фильтрует свои организации от такого рода проникновения, от такого рода людей. Вот поэтому мы говорим про карьеристов, которые достигают всего своим собственным трудом, своим профессионализмом, своими лидерскими качествами и развитым эмоциональным интеллектом. И многие из них не знают, куда двигаться дальше в какой-то определенный момент. Ну, например, возьмем вот нашу сферу HR, есть позиция HR-директор. Этой позиции можно достигнуть очень рано, в зависимости от того, в каких компаниях вы работаете. Потом можно переходить в чуть более крупные компании, в новые какие-то отрасли, изучая их. И очень рано, очень быстро мы утыкаемся в ситуацию, когда, а что дальше? Точно так же работая с директорами по финансам, с директорами юридических департаментов, с топ-менеджерами, связанными с развитием бизнеса, продажи, маркетинга, другие сферы. Вот IT очень много сейчас обращаются ко мне, как люди, которые тоже вот меньше всего они думали о том, как им развивать свои компетенции, и вот когда они достигают высоких позиций, они как раз прям вот от этого задыхаются и хотят знать, а что дальше? Где еще применимы их компетенции и их профессионализм? Поэтому в какой-то момент люди, находящиеся на вершине, они сталкиваются с тем, что непонятно, как дальше продолжать свою карьеру вот в этой как раз вот ключевой, очень активной, очень энергичной точки. Именно в ней они могут стать сбитыми летчиками. Термин «збитые летчики» придуман HR-ами, и мы все с вами прекрасно знаем этот термин, а те, кто не работает в HR-е, я поясню, что обычно такая динамично развивающаяся карьера по нарастающей, мы видим ее в резюме, от линейных позиций через линейные менеджерские позиции, средний уровень управления, верхний уровень управления, там 2-3 года в одной компании, дальше рост, профессиональный рост, лидерский рост, ну такая классическая карьера, вертикально-диагональная она может быть, да, там с переходами в какие-то новые отрасли и компании. И когда мы видим в резюме, что достигнув определенного уровня вот той самой высоты, и зарплата очень хорошая, и позиция уже под собственником, расти дальше некуда, ну в плане там в этой компании расти некуда, и там сколько-то лет этот человек работал в этой должности, а потом мы в резюме видим какую-то чуть ниже должность, чуть меньше денег, чуть скучнее его функционал и не такие амбициозные задачи. И когда мы видим этого человека у нас на диванчике на собеседовании перед нами, и мы понимаем, что нет, к нам он тоже нет, нам не нужен такой, то внутренне мы вот таких людей называем сбитыми летчиками, это такой внутрицеховой термин. Итак, от чего же становятся сбитыми летчиками, какие есть на это причины? То есть это опять же сидя на собеседовании, мы это видим, по каким причинам происходят такие вещи. То есть вот очень легко, анализируя карьеру человека, очень легко отследить, что произошло в один прекрасный момент, что дало этот сбой. То есть этот сбой, он не как-то постепенно копился, он вот одномоментно произошел. По какой причине? Вот я выписала самые распространенные причины, возможно, есть еще, буду признательна, если будете писать в комментариях, какие еще причины вы видели или знаете, после чего люди становятся сбитыми летчиками. Я сейчас не имею в виду, конечно же, никаких личных причин, да, когда вышла замуж, больше не хочу работать, рожала, декрет, какие-то болезни, не дай бог, и так далее. Я имею в виду только профессиональные причины. Итак, самая частая – это профессиональная растерянность. Человек не знает, как дальше продвигать карьеру. Ну вот я сейчас закавычу классика карьерного движения, например, в секторе FMCG. Люди, которые в конце 90-х, начале 2000-х начали свою карьеру с позиций, мерчендайзеры, торговые представители, супервайзеры, начальники региональных, подразделений, директора по продажам. И потом они шли по уже российским компаниям, реализуя свои знания, реализуя свой опыт, помогая российскому бизнесу развиваться. Почему взяла этот пример? Скорее всего, вот именно в таких карьерах я чаще всего это вижу. Да, когда человек стремительно развивался в первой половине своей карьеры, а потом не знал, куда себя деть. То есть не было простроенной карьеры. У него было представление, что я могу стать генеральным директором или собственником своего бизнеса. Кто-то ушел в свой бизнес, кто-то остался в найме. Если остается в найме, то вот эти перемещения по российским компаниям в должности директоров по продажам или генеральных директоров дают им вот такой вот сбой. Потому что они не знают, как дальше продолжать свою карьеру. И это не только в этом примере. Это может быть любой пример, когда человек не понимает, какая у него есть вариативность. Следующий пример. Когда человек не умеет свой авторитет выстраивать достаточно устойчиво, так скажем. То есть в какой-то команде мой авторитет сработал, в какой-то команде мой авторитет не сработал. И в одно прекрасное мгновение человек замечает, что его идеи больше не пользуются спросом. На совещаниях его игнорируют, очень сильно спорят. Собственник говорит «да потом, да потом» или какой-то более высокого уровня руководитель. Особенно если много руководителей. Если вы работаете в холдинговой структуре, вы как раз сталкиваетесь с тем, что для такого серьезного и крупного согласования нужно очень много инстанций пройти с какой-то своей идеей. И вы понимаете, что вас все время отодвигают, двигают, задвигают, как говорится. И тогда это уже первые признаки того, что что-то происходит, надо что-то с этим делать. И брать на себя ответственность и осознавать, что происходит в этом случае. Поэтому если вас не слышат, это такой тоже серьезный звонок. Любимая офисная политика. Безусловно, против меня сыграли, у меня отжали, против меня манипулировали. А вот этот вот оказался любимчиком шефа и так далее. Это прям очень частая причина, по которой, например, у людей не получается переходить из западных компаний в российский бизнес. Это не значит, что в западных компаниях и структурированных по западному типу компаниях нету никаких манипуляций. Они там просто более тонкие. И регламенты, и бюрократия, которыми нашпигована эта компания, она все-таки минимизирует возможность манипулировать и интриговать. В российских компаниях, особенно в некоторых, интриги и манипуляции растут бурным цветом, цветут. И поэтому там очень сложно с этим справляться. И очень много карьер было поломано именно по этой причине. Переходя из западной компании в российскую, человек не умеет с этим справляться. Потом, пытаясь вернуться в западную, он уже теряет позиции. Мы знаем с вами прекрасно, что у нас эти западные компании, это санкции, кризисы и так далее. Это уже бутылочное горлышко становится настоящее по сравнению с тем, что было еще 10 лет назад и так далее. Возраст. Причем, вот вне зависимости от того, какой физический возраст у человека, я иногда вижу, когда там девушка 35 лет или 6, она говорит, мне уже 36. Я помню прекрасно, что в начале 2000-х это правда было критично важно, потому что люди не хотели брать на работу людей, которые воспитывались в Советском Союзе. Это было обосновано. Чем это обосновано сейчас? Это рудименты, скорее. Потому что иногда компетенция не зависит от возраста, и можно развиваться, быть гибким и прогрессивным в любом возрасте. И мы не по этим критериям отсматриваем персонал, особенно на серьезные позиции. Но если у вас ментально есть этот страх, то этот страх не дает вам возможность пробовать, не дает вам возможность искать. Вы пытаетесь удержаться, вы пытаетесь зацепиться. Вы даже видя, что кто-то где-то против вас настроен или руководитель вас не слышит, вы все равно остаетесь. Вы боитесь двигаться дальше, потому что внутри себя у вас уже возраст. Мне 50, у меня нет возраста. Я понимаю, что в свои 50 я еще круче, чем в свои 35 и 36. Это только от меня зависит. Дай-то Бог, чтобы так было долго, и этого же я вам желаю. Последствия кризиса, конечно же, да. Конечно же, в любой нестабильной ситуации. Да, и вот наш с вами карьерист, условный портрет, который я нарисовала, он в прошлом году пережил очередной кризис. И как раз очень-очень многие полетели со своих должностей и высвободились на рынок и пытались найти. Но как-то я вижу, что сейчас по топовым позициям более-менее благополучная ситуация. Нет такого, как это было в начале 2020 года. Но тем не менее, если ваша компания, в которой вы работаете, кризис не пережила, даже если она пока еще пережила, но впереди у нее уже нет перспектив, то, конечно же, оставаясь в этой компании, вы тоже вместе с компанией рискуете пойти на дно или свалиться с неба. Ну и отсутствие гибкости. Я здесь выбрала самую часто встречающуюся причину, по которой говорят, что гибкости не хватило человеку. Это встраивание в новые команды. Вы все прекрасно знаете, что на верхних эшелонах там командами перемещаются люди. Кто-то пришел на позицию генерального директора, он подтаскивает за собой своих людей и вот таким образом мигрирует команда из отрасли в отрасль, из компания в компанию или внутри одной отрасли. И если вам не удалось встроиться в эту команду, то вот как раз это очень сильный эмоциональный такой триггер, который потом не дает возможности быстро восстановиться, очень сложно после этого сохранять какую-то стабильность для поиска работы на рынке. Итак, кто же входит в группу риска? Вот кто наше слабое звено? Я сейчас задам вам пять вопросов и попробуйте для себя на эти вопросы ответить и посмотрите, насколько это про вас. И дальше я потом уже скажу, что с этим можно делать. Итак, первое. Я считаю, что люди, которые слишком ориентированы на результат, ну, как я это назвала, слишком хорошо работают, они не могут удержаться на высоких управленческих позициях. На высоких управленческих позициях замещаются политическими конкурирующими мероприятиями, так я сформулирую, мероприятия, связанные с конкуренцией. То есть нужно уметь конкурировать и нужно уметь справляться с конкуренцией. То, что у вас было сильно, когда вы двигались вверх по карьерной лестнице, то, что как раз мне не удалось удержаться на моей позиции высокой управленческой, которой я занимала, это именно с этим связано. Но это первая причина, вот прям слишком про меня. Я была ориентирована на результат, на то, чтобы причинить пользу команде, на то, чтобы причинить пользу компании и своим внутренним клиентам. Я вообще не ориентировалась на интересы своего руководителя и на интересы его руководителя. Это была холдинговая структура. Мне казалось, что результат – это важно и очень во главе угла стоит. Поэтому если вы на ориентацию на результат уделяете больше внимания и больше времени, чем на построение отношений, соответственно, это опасно. Если вы не строите крепкие связи, если вы не думаете о том, что из себя представляет ваш авторитет, если вы не пиарите свои достижения должным образом. Ну, как бы они же есть, круто, что не видно, что ли? Не видно. Или наоборот, слишком хорошо видно и поэтому опасно. И как только вы перестаете уделять этому внимание, то, соответственно, все остальные, которые не такие результативные, как вы, которые не такие успешные, как вы, которых вчера, возможно, как-то негативно, и он может быть даже несправедливно отругали на общем совещании, они точат на вас зуб. И поэтому, да, внутри организации не нужен такой серьезный результат, как вам хотелось бы. Возможно, это звучит кощунственно, но это так. Вот для того, чтобы ваша карьера была устойчивой на высоких управленческих позициях, не должно там быть никакого предпринимательского мышления и предпринимательского азарта. Нужно уметь оставаться в этой системе правил, регламентов и бюрократии и чувствовать себя там комфортно. И тогда все у вас будет хорошо. А если нет, то тогда смотрите, что может быть. То тогда много быть интриги. Интриги чаще всего долго игнорируют. я выше этого, это не про меня, я политику не играю, я вот тут свою работу работаю, примус подчиняю. А вот там они пусть что хотят делают, коалиции создают. Как только вы игнорируете то, что чувствует ваша интуиция, то знаете, что вам не кажется. Ну, то есть это правда. Против вас играют. Возможно, там, мягкими способами, возможно, жесткими способами. Но это явно какие-то запрещенные приемы, это явно какая-то неоткрытая конкуренция. А вы в эту открытую конкуренцию, в открытый конфликт идти не хотите. Единственная здесь возможность это либо применять такие же, я скажу, дипломатичные методы, хитрые методы, либо идти в открытый конфликт, когда вы садитесь лицом к лицу к этому человеку и говорите, я вижу, что происходит. Или сажаете команду и говорите, я вижу, что происходит. В том случае, если у вас нет этой смелости, нет этого, ну, вот этой вот открытости и безбашенности в хорошем смысле, то, соответственно, ну, надо тогда учиться быть более хитрым, более дипломатичным, более гибким. Я тут сейчас подбираю красивые слова, на самом деле, для тех вещей, которые многие из вас справедливо считают манипуляцией. Следующий момент. Мы говорим про очень высокие позиции. Я сразу обозначила, что речь идет о тех карьерах, которые подобрались уже под крышечку, и это либо какие-то высокие позиции в холдинговых структурах, подчиняющиеся совету директоров, либо это позиции, подчиняющиеся собственникам, ну, или наемным генеральным директорам, ну, достаточно крупных компаний. Так вот, что я вижу и какую тенденцию я наблюдаю уже очень много лет, работая с директорами крупных компаний. Каждый из них предъявляет к своему руководителю такие же ожидания, как и к себе. Я хороший руководитель для своей команды. Я умею организовать работу, я умею прекрасно контролировать, я суперски делегирую, я даю справедливую и честную обратную связь, я точно знаю, куда двигается наше подразделение, в стратегическом смысле. Я хочу такого же получить от своего руководителя. Но если ваш руководитель собственник, то вы вряд ли получите это. Ну, или получите, приложив большое количество усилий для этого. Поэтому на этом уровне вас берут для того, чтобы вы не выполняли поставленные задачи, а помогали развивать бизнес. Вам важно развивать бизнес, вам важно быть проактивным, вам важно быть настойчивым, нахрапистым, инициативным по отношению к своему руководителю. Помните, что максимальная гибкость по отношению к коллегам, безусловно, лидерство по отношению к команде, но к своему руководителю вы, по сути, должны быть готовы взять ответственность за неопределенность. Если он не ставит четкие задачи, если он завтра передумал, если у него есть в совете директоров жена, брат, сват, и их вообще восемь собственников, вот это вот умение стать для них, для всех таким, как я называю, внутренним консультантом, это очень круто. Это то, что помогает лавировать, удерживаться, и решать свои функциональные задачи очень хорошо. Это то, что помогает выстроить тем же собственникам партнерские отношения, и в конце концов, возможно, если вас там все устраивает, если отношения выстроены, если отрасль прекрасная и имеет потенциал, то почему бы и не поговорить про опцион, и тогда уже стать партнером. Попробуйте внутри себя мысленно стать таким партнером для своего собственника уже сейчас. Толерантность. По статистике, а у меня было уже несколько тысяч собеседований, всяких разных оценочных процедур, развивающих сессий и так далее, даже моя статистика уже является валидной, а я считаю, что так не у моих коллег, потому что мы с ними это обсуждали. Итак, возможно, у вас не так, коллеги, если кто-то напишет в комментариях, какая у вас статистика, буду рада. Если мы берем группу из десяти человек, руководителей, например, в ассессменте, то у нас всегда два либо полностью совпадают, либо, может быть, даже чуть превосходят ожидаемый уровень. Два аутсайдера полные, и, возможно, их нужно уволить. И шесть, как я говорю, дрейфуют туда-сюда в зависимости от стадии развития команды, опять же, опытности руководителя и так далее. Что получается по этой статистике? я предполагаю, я предполагаю, что те, кто меня слушают, входят вот в эти два, которые зеленым цветом выделяются на отчетах после ассессмента. Те люди, которые хайпо или выше, или потенциально и так далее. Что все остальные восемь? Не такие ответственные, не такие компетентные, а эти двое так вообще ужас, без слез не взглянешь. Странно, что их не уволили. И в такой ситуации, это статистика, которую я наблюдаю уже 18 лет работая в сфере HR. Эта статистика почти никогда не меняется. Она чуть-чуть корректируется в зависимости от отрасли. Где-то один аутсайдер, а где-то их не бывает, а где-то их три или четыре. В среднем два. Но приблизительно всегда так, всегда так, что и Пареттон об этом говорил, что 20% делает нам основной результат. Поэтому в том случае, если в вашей команде вот он, директор по финансам, директор по продажам, директор по IT, директор по HR и так далее, производственный директор, я уж не говорю про них, самые главные люди в организации. И вот они, понимаете ли, не берут на себя ответственность, не держат слово, врут или оправдываются, или предлагают дурацкие идеи. И все это вы вынуждены слушать, со всем этим вы вынуждены соглашаться, на эти дурацкие их проектные командные сессии и совещания ходить и вообще как-то это все терпеть. И вот одно здравствуй профессиональное выгорание. Либо я хлопаю дверью, потому что это невозможно, либо я не могу встроиться в команду, потому что в эту команду встроиться невозможно. Ах, где моя любимая команда с прошлого места работы, а может быть на прошлом месте работы вы просто были чуть ниже статуса, поэтому вам там было комфортно и вас прикрывал руководитель, а теперь он это делать перестал, смотри предыдущий пункт. Поэтому если вы вопрос у меня к вам готовы ли вымириться, то есть чем выше вы поднимаетесь, тем понятно, что общий уровень профессионализма и лидерства там выше, безусловно. Но если всех друг с другом сравнивать, то как раз вот оно и получается, что кого-то вам все-таки придется терпеть. Очень желаю, чтобы никому не пришлось вас терпеть. Ну и заключительный вопрос, ходите ли вы на собеседование, чтобы прокачивать свои презентационные навыки, умеете ли вы себя продавать? В том случае, если вы можете очень быстро, очень коротко и очень ярко эмоционально рассказать о том, что вы делаете, а не просто сказать, что я директорствую в такой-то компании. Вот это не считается, потому что в этом ваша слабость, пока вы директором работаете в какой-то компании, вас поддерживает должность и бренд. А кто вы без этой компании? Умеете вы рассказать про себя, кто вы без этой компании? Если вы HR-директор или если вы директор, руководитель какого-то направления, если вы другую какую-то позицию занимаете, можете ли вы рассказать о себе так, чтобы не просто назвать свою позицию, вашу позицию и в резюме видят, а вот это пресловутое, ну расскажите о себе. Это самый большой страх любого собеседования. Чем выше поднимаемся по карьерной лестнице, тем больше мы боимся того, что нам зададут этот вопрос. Все люди не любят себя продавать, а мы на рынке. Осознаете ли вы, что вы на рынке, умеете ли вы себя продавать, чувствуете ли вы в этом себя комфортно, потому что можно уметь, а можно чувствовать себя комфортно. Если то и другое, это прекрасно. Итак, из этих вопросов пять принципов, которые я очень кратко сформулирую, и потом, безусловно, буду уже отвечать на ваши вопросы. Пять профессиональных принципов, которые создадут вам долголетие в вашей карьере, и это вообще не про профессиональные навыки, и не про лидерство, и не про то, чтобы изучить какую-нибудь новую современную технологию инновационную, вообще не про это, хотя все это тоже имеет значение. Итак, у вас должно быть как минимум два варианта развития вашей карьеры. Если вдруг вас уволили, вам понятно, что вы делаете дальше в профессиональном смысле. В основном я сейчас вижу, меня уволили, я домохозяйка, меня уволили, я решила отдохнуть, год отдыхаю, и так далее. Как минимум, это в хорошем плане раздвоения альтернативы, она обязательно должна быть. Если вы хотите карьерно расти, если вы чувствуете в себе этот потенциал и хотите оставаться в профессии долго, то вам нужно научиться играть в политику. Если вы не хотите учиться играть в политику, выходите из найма. В найме вам делать нечего. Я не верю, что существуют организации, в которых этого нет. Бросьте в меня помидор, если вдруг в вашей организации этого нет, но только после того, как я приду и проверю. Станьте руководителем для своего руководителя. Пожалуйста, не ждите обратной связи, умейте себя поддерживать самостоятельно. Пожалуйста, умейте работать без стратегии и в режиме взаимоисключающих задач. Умейте передоговариваться и не обижайтесь, если вас обманули. Будьте взрослым уже. Дальше. Перестаньте раздражаться на компетентных. Это совет из серии. Легче посоветовать, чем рассказать, как это делать. Работайте с психологами. Не знаю, как еще вам посоветовать. Ну и цитата моя любимая из Юрия Дудя «Объясни коротко, чем ты занимаешься». Научитесь, пожалуйста, объяснять, чем вы занимаетесь и чем вы нужны этой организации, чтобы можно было вставлять эту информацию в любое нужное место, в любое нужном каком-то митинге или конференции или совещании или собеседовании. Вот это пресловутый лифт спич и это пять советов. Но если вам за, если у вас есть вот это уже личностное ощущение, что мне уже за и вы не хотите играть в политику и даже учиться близко не хотите, если вам важен результат и не отношение, может быть, вы вообще махровый интроверт и какие отношения. Если вы устали вот это вот передоговариваться и быть руководителем своему руководителю, нести ответственность за бизнес, который не ваш, если вы не видите смысла ходить на собеседование и всем рассказывать, как вы прекрасны, и даже внутри компании, возможно, вас даже в дрожь бросает от этого, от необходимости как-то себя еще продавать, да, и возможно, вы там внутри себя думаете, господи, я 25 лет в профессии, я что, не доказал еще, нет, вот, к сожалению, темой отличаются возрастные люди, им кажется, что они все уже доказали, а к вам приходят зеты, уже даже они приходят, и им вы ничего не доказали, вы для них вообще никто, поэтому этот навык нужно постоянно оттачивать. Если вдруг вы на эти вопросы отвечаете вот так, что скорее на им вам не подходит, у меня есть для вас прекрасная новость, и эта тенденция все сильнее и сильнее нарастает, особенно в ситуации прошлого года, это про то, что вам стоит либо запараллелить с наймом какую-то самостоятельную деятельность, либо просто думать об этом, как один из вариантов развития вашей карьеры в таком уже хорошем, солидном возрасте, это консалтинг, это менторинг, это трекеринг, это коучинг, это преподавание, это консалтинг, это любая другая работа, где вы будете за хорошие деньги реализовывать свою экспертизу. А если вы в растерянности и не знаете, что делать дальше, и если ваше сейчас такое иголочками покалывает от какой-то злости, возможно, или растерянности, или страха, то я приглашаю записаться ко мне на первую бесплатную консультацию, где мы обсудим, и, возможно, я подскажу какой-то вариант развития именно вашей карьеры. Для того, чтобы записаться, достаточно написать «хочу консультацию» в любые мессенджеры, которые у меня есть. Это Facebook, Instagram, Telegram, Арина Гороховская, я везде одна, можете свободно искать и найдете. Те, кто смотрит нас в записи, безусловно, эти контакты у вас тоже есть. Друзья мои, я ставлю точку и готова отвечать на ваши вопросы. Надеюсь, что я не очень сильно вас испугала и не испортила вам настроение в преддверии выходных. Арина, спасибо вам большое. Очень интересное выступление, очень много чего для себя отметил и писал. Особенно больно звучит, что ориентация на результат это опасно. Как бывшему предпринимателю, который шел в найм, для меня это больно всегда, потому что много отношений, много политики, это мешает работе. Сейчас смотрю, что у нас с вопросами. Я вижу, что у нас идет активное обсуждение. Я вижу, активные подписки на Facebook, и я всех приму в друзья, кто сегодня успеет откликнуться, потому что у меня там уже почти предел. Но в любом случае написать и подписаться вы можете даже не попадая в друзья. у нас в основном пишут, что актуальная тема, все интересно, всем все нравится. Коллеги, активнее задавайте вопросы, пока есть такая возможность. Арина не ответит, у нас осталось еще пара минут. Обычно самый распространенный вопрос, который я слышу в такой ситуации, это вопрос о том, ну вот, да, например, я понимаю, что я не смогу долго работать больше в найме, например, я понимаю, что на рынке труда мои какие-то ситуации, моя профессия имеет какие-то ограничения, и вот я хочу стать консультантом, с чего же мне начать. И часто такой вопрос я слышу, но первое, что мне хочется сказать в этом смысле, если вдруг у вас тоже появилось такое ощущение, что первое начинать нужно с того, чтобы понять в чем вы эксперт, в чем ваша уникальность как эксперта, как я уже сказала, вот эта цитата Юрия Дудя объясни максимально коротко, чем ты занимаешься, нужно понять кому вы полезны, для чего вы полезны, что вы можете сделать, и потом уже подумать о том, сколько это может стоить, это тоже большой миф, что переходя из найма в собственный проект, люди теряют финансы, это неправда, теряют в финансах те, кто ничего не делает в этот момент, им кажется, что они вышли из найма в свой проект, на самом деле они бы просто вышли из найма, и тогда они потеряли в финансах, если выйти из найма сразу в собственный проект, никогда ничего не потеряешь. 100%, согласен. Так, очень интересный комментарий от Елены, что тема раскрыта очень подробно, даже спросить нечего, только благодарность. А вот Наталья спрашивает, это очень интересный вопрос, как говорить о повышении с руководством, есть ли какие-то лайфхаки? Ну, о повышении с руководством, опять же, на разных позициях нужно говорить по-разному, давайте говорить уже про некую высокую позицию, раз уж я про них сегодня начала говорить. Безусловно, первое, что нужно сделать, вы должны быть уверены в том, что ваш руководитель вас ценит, иначе любые ваши переговоры о повышении, это риск, что он вам скажет, ты знаешь, я на самом-то деле не очень-то и предполагал дальше сотрудничать. Это ровно то, что услышала я, вот, больше 10 лет назад, когда выходила из найма, я как раз пришла к своему руководителю говорить о повышении. Я тогда не умела вообще строить карьеру. Я умела хорошо работать, я была прекрасным экспертом, но карьеру строить не умела. Поэтому я, как открытый и честный человек, пришла и попросила повышение. И на что я услышала, что, ты знаешь, я, ну, как-то вообще сомневаюсь, что ты вот здесь, вся твоя деятельность, вот эта бурная, она нам настолько полезна, насколько, вот, кажется тебе. Ну, что-то примерно такое я услышала, это был, конечно, шок, ужас, после этого я встала, хлопнула дверью и ушла от них. Вот, как оказалось, потом все правильно сделала, но могла бы, возможно, моя карьера повернуться по-другому. Поэтому первое, что у вас должно быть, это четкая уверенность в том, что ваш руководитель вас ценит. Для этого достаточно собрать информацию именно у него об этом, но не в лоб, а вот как раз записывайтесь на консультацию, расскажу, как это делать. А потом уже предлагать, сначала понять, что он хочет, какие у него потребности и продать ему эту идею, как в продаже в любой. Ну, то есть просто, как только вы заявите своему руководителю, что вы хотите повышения, вы тут же становитесь его конкурентом. Но только если вы не работаете в компании, в какой-то очень глобальной и крупной, когда вы, знаете, HR-ы на всех позициях уже вас подстраховали какими-то повышениями. Если вы наемному генеральному директору скажете о повышении, он будет думать, что вы готовы его подсидеть или представляете какую-то угрозу. Поэтому это очень аккуратно. Я обычно готовлю к таким переговорам на консультациях. Спасибо. Сейчас посмотрю, есть ли у нас еще вопросы. Только благодарность. Ок. Тогда спасибо вам огромное, организаторам, Френдборк, мои любимые партнеры. Мы с ними уже много лет сотрудничаем. Спасибо коллеге, кто слушал. Остаюсь на связи, я всегда рядом, меня легко найти. Удачной вам и успешной карьеры желаю. И хороших выходных. Спасибо. Спасибо большое. Я уже отправил запрос вам, друзья. Спасибо. Всего доброго. Да, всего хорошо. Друзья, а сейчас у нас небольшой перерыв. Мы продолжим в 2 часа. У нас осталось еще 3 выступления. Соответственно, есть время попить кофе, съесть круассан и встречаемся здесь в 2 часа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова